Моя программа Зарядка для мозгов. Всех рад видеть. Подключайтесь. Очень интересный спикер сегодня. Очень интересный гость. Алексей Ильянов. Руководитель компании Веско. Саша, привет. Рад тебя видеть. Очень рад тебя видеть. Спасибо за консультацию, когда я к тебе обращаюсь. Подключаю сразу же Алексея. Алексей, там должен быть такой запросик. Выйти в прямой эфир. И я тут же выведу. Прямо сразу же. Отлично. Сразу начинаю прямой эфир. Доброе утро. Всем привет. Хочу поблагодарить, что приняли приглашение. И в 7.15 утра в 200-м. В 200-й программе Зарядка для мозгов. Дали согласие принять участие. Большое спасибо, Алексей. Да, Олег, спасибо, что пригласил. Как раз Александр Диченко там пишет уже. Я думаю, что он был нашим проводником для того, чтобы это все сегодня состоялось. Я вообще любитель таких магических цифр. Я живу там в квартире 222 и 200. То, что это прямой эфир номер 200. Я в него попал. Не знаю, это какой-то рок судьбы. Ну, значит, так должно было быть. Это неспроста. Это точно. Я, когда готовился к программе, естественно, смотрел канал ВДТ. Естественно, изучал сайт Веска. Естественно, смотрел интервью на других каналах. Но самой ценной информацией мне оказалось, это из круга друзей, которые у нас есть общие. Как ты думаешь, что про тебя сказали? Вот такого. Просто, когда я обратился к одному человеку, я говорю, вот расскажи про Сашу, про Алексея, какие вещи, что может быть. Знаешь, что мне в первую очередь сказали? Мне сказали, Алексей такой человек, который умеет радоваться чужим успехам. Я думаю, ого. Да, да, кстати, есть такое. Согласен. Я такой про себя подумал, ничего же себе, не про каждого человека. А это буквально была первая фраза, которую мне сказали. Я думаю, ну, это значит, нужно копать-копать дальше. А знаешь, как бы залог, ну, почему это происходит? Поделись. И вообще, что является основанием того, чтобы можно было вот радоваться чужим успехам? Ну, наверное, это искренность. Потому что ты всегда, если ты умеешь радоваться чужим успехам, значит, и твоим успехам будут радоваться. Ну, на самом деле, это отсутствие зависти. То есть я вообще, в принципе, как бы, как на корню никого не завидую, да. То есть у каждого, я считаю, своя судьба, да. И вот если ты вот эту черту у себя вот отключишь, да, то, собственно, это и будет плацдармом для того, чтобы вот можно было радоваться чужому успеху. Ну, это, честно говоря, вот такие отзывы от людей, когда их спрашиваешь. А потом, ну, ты же не знаешь, кого я спрашиваю, да, ты не знаешь, с кем я беседовал перед программой. И здесь человек мне говорит, вот ты знаешь, вот это самая главная черта, Алексей, я думаю, ну, интересно, будет интересная программа. Поэтому это вот, знаешь, можно было бы сразу там укунуться, ну, вот расскажите, какая недвижимость, прогноз, опыт, все остальное. А мне захотелось вот в первую очередь задать тебе вопрос про такую человечность, что о тебе вот так говорят за твоей спиной. Это дорогого стоит. Да, согласен. Не про каждого руководителя компании, не про каждого человека из бизнеса могут так сказать, но про тебя так говорят. Значит, заслужил. Приятно. Да. Ну, теперь немножко про недвижимость, да, потому что изучал, ну, во-первых, твой послужной список, твое резюме, твой анонс, да, и твоя работоспособность, она впечатляет. И руководитель компании, и серьезный закончил вуз, много занимаешься активно социальной жизнью, на все хватает время. Щедро делишься своими знаниями. Есть ученики, есть канал ВДТ, где ты делишься такими вот лайфхаками, как там даже твое видео, там, как работать с электронной почтой. Откажитесь от Word, выкиньте Excel. Вот эти вот вещи все, ну, почему ты это делаешь? Для чего? Для кого? Не знаю, наверное, привод просто, вот, хочется, хочется делиться, вот, мне не жалко. Действительно, я очень много умею, многое там, во многом разобрался, и, ну, мне, мне хотелось бы, чтобы так все люди вокруг делали. Если это эффективно, почему бы, почему бы этого не делать другим, да, если я действительно в этом разобрался, в чем-то, что-то у меня там получается, мне не жалко поделиться. Почему я должен, как бы, с этим самым жить, если это люди вокруг, окружающие меня, соответственно, могут также какие-то навыки там обрести. Щедро делишься, да? Как закон богатства. Хочешь получить, сначала отдай во Вселенную больше, да? Наверное, тебе по-другому. Вот я сегодня, например, первый раз в прямом эфире в Инстаграме. У меня очень много было прямых эфиров там. Вау! Да, вот, соответственно, считаю, что ты меня научил, как бы, как выходить в прямой эфир оказалось очень просто. Я еще могу так, свой лавхак, это очень эффективно. А еще когда их делаешь 199 и 200, это очень интересный, очень хороший инструмент. И при той аудитории, которую Инстаграм завоевал и продолжает завоевывать, это серьезный инструмент. Ну, видишь, да, для меня тоже будет некий момент того, что, может быть, сюда переключиться, потому что моя любимая соцсеть – это Фейсбук, однозначно. И я как бы Инстаграм листаю так по мере уже, по остаточному признаку, что называется. Хотя, наверное, зря. Ты знаешь, я тоже к этому относился, вот, как, ну, как к развлечению, к Инстаграм, да? Пока не увидел, как он работает. Пока не увидел, как другие блогеры… Я не беру миллионников, я беру вот тех профессионалов, у которых, может быть, там, ну, условно, от пяти до, там, пятидесяти тысяч. Но насколько у них интересные программы, насколько там умная аудитория сидит. Ну, ты же всегда следишь, вот, что, как люди делают, поэтому всегда учишься. Но твой канал ВДТ мне тоже нравится, потому что я смотрел некоторые ролики, ну, естественно, я же не мог не подготовиться, да, это же как встреча с собственником в данном случае. Да, правильно. Агент должен подготовиться, и только после этого может звонить, брать телефон в руки, или идти, тем более, к нему на территорию, о чем-то разговаривать. Вот точно так же прямой эфир. Я не мог не узнать о тебе официальную информацию, и не мог о тебе узнать неофициальную информацию. Поэтому вот таким вот образом. Ну, у меня теперь один новый подписчик, который просмотрел меня, там, накрутил просмотр дополнительно, там. Да? Это кто же? Ну, ты. А, понятно, все понятно. Ну, ты знаешь, я скорее не накрутил, я скорее, задача такая, прямого эфира, рассказать об интересном человеке, чтобы люди, которые на тебя подпишутся, подпишутся на твой канал в Фейсбуке, на твой канал на Ютубе, чтобы они понимали, вот здесь качественный контент, изучая его и смотря твой материал, они сами станут более профессионалами. А значит, будут, ну, в нашем бизнесе больше зарабатывать. Будут просто более успешные. Да, да. А можем совместно зарабатывать, да? Это отдельный вообще вопрос, да, вот здесь у меня написано. Если вот, о чем хотелось с тобой поговорить. Я считаю, что вот ваша компания, она одна из самых технологичных на рынке. Ну, потому что никто не может при себя сказать, что она самая технологичная. Как только ты сказал, что ты самый, значит, смотри, кто тебя обошел. Мне кажется, так. Ну, здесь такой должен быть подход. Как ты считаешь, что вот, ну, чтобы не остаться, там, вторым, третьим, для того, чтобы быть первым в технологичности, что надо делать, что смотреть, что изучать? Ну, я на текущий момент все-таки более скромно отношусь к нашей технологичности. Вот. Наверное, она пока еще вот все-таки вот здесь вот есть технологичность и, наверное, желание, да, к ней прийти. У нас действительно там много в этом плане сделано, но там точно сказать, как бы, лидеры мы или нет, мы там пока не можем, да. В моем понимании пока нет, да. То есть, может быть, и, в принципе, наш такой не очень технологичный бизнес, риелторский, да, там, или строительный, вот, который, в принципе, очень сложно подвергается какой-то автоматизации. Ну, нужно, я не знаю, много факторов преодолеть, чтобы действительно он стал таким технологичным. Вот. Но, тем не менее, да, действительно, как бы стремление это есть такое, причем по полной программе. Это одна из наших, там, можно, не знаю, миссий, целей, вот, чтобы сделать такой правильный технологичный бизнес. Но я считаю, что основа технологичного бизнеса – это, наверное, автоматизация процессов, да. То есть, мы даже порой не замечаем, как часто мы делаем повторяющиеся вещи, одни и те же, там, в ручном режиме, да, и, соответственно, там, не знаю, делаем одни и те же ошибки, которые, как бы, вновь прибывшие сотрудники повторяют, там, из раза в раз, да, когда их можно, там, грубо говоря, все описать и положить на, там, какой-то, какой-то понятный бизнес-процесс, вот, и периодически его, там, просто, вот, докручивать, допиливать, вот. То есть, ну, технологичность компании, я считаю, это правильная автоматизация бизнес-процесса. Скажи, пожалуйста, а можно сказать, что вот тот бизнес, который мы с тобой занимаемся, да, что это интеллектуальный бизнес? Абсолютно точно. Да, я не знаю, у меня последние, там, пару-тройку недель, вот, просто голова пухнет от того, как, вот, сейчас нужно это все, то есть, мы сейчас, мы сейчас на пике, как раз, вот, обсуждение, там, стратегии компании нашего риэлторского, как раз, подразделения, да, вот, и у нас еще руководитель сменился, да, мы сейчас очень многое сейчас взяли на себя, как учредители, да, там, напрямую общаемся с брокерами, берем с них, там, обратную связь, вот, и в этой связи, конечно, просто вот уже, ну, мозги в определенный момент кипят. Алексей, еще такой вопрос, скажи, пожалуйста, вот, как тебе, как руководителю компании, да, у тебя достаточно большой опыт, я знаю, что 8 октября для вашей компании это вообще день рождения, правильно даже? Да, все верно. Я записал, именно 8 октября стало таким вот отсчетом. В этом году, да. Еще раз, сколько, какая цифра? 15-17, да, в этом году будет. Круто, серьезная датусть, это не каждый бизнес только выдержит, а вы 17 лет, это о многом говорит. Как ты считаешь, выгодно ли тебе, как руководителю компании, руководителю бизнеса, продвижение личного бренда, личного бренда риэлтора, или все-таки где-то должен быть паритет бренд компании и личный бренд обычного агента, на твой взгляд? Ну, знаешь, нет, я считаю, что люди продают людям, вот, в недвижимости это особенно ярко видно, вот, проблема в том, что, ну, вот в нашем сегменте, там, в элитке, да и, в принципе, наверное, в недвижимости продвигать свой личный бренд и, ну, ассоциировать его, там, с профессиональной деятельностью очень сложно, ну, потому что все-таки, все-таки такой сложный механизм, так сказать, получения, там, уже целевых лидов непосредственно из, там, личного, из развития личного бренда риэлтора, и очень многие, кто начинают и хотят выйти в развитие своего личного бренда, как вот, как агента, да, вот, они очень быстро перегорают, не получают обратную реакцию, там, от рынка и перестают этим заниматься. На самом деле ярких тех, кто, ну, действительно, себя там продвинул и это как-то монетизирует, ярких агентов, ну, практически, брокеров практически нет, их там по пальцам можно пересчитать, вот. А так, ну, я не вижу противоречия здесь тому, что есть, там, бренд-компания, есть, там, бренд-агент. Действительно, компания мало может сделать для брокера, для агента, который, действительно, хочет развивать свой личный бренд, это, скорее всего, его инициатива, а значит, это и его актив. Да, компания не может претендовать на этот актив. Понятно. Я еще хочу сказать всем зрителям, которые сейчас смотрят. Алексей отвечает с листа. Я не присылал ему заранее вопросы. Он знал общую тему, но не знал конкретно, о чем я буду его спрашивать. Поэтому все то, что вы сейчас слышите, Алексей говорит без подготовки. Это вот, значит, то, что та информация попадает в эфир, которая лежит в голове ближе всего. Могу так сказать? Да, да, все верно. Потому что, ну, это иногда все равно ты готовишься, там, согласуешь какие-то вопросы, но конкретно с тобой программа 200, это, опять же, дополнительная ценность. Ты отвечаешь просто с листа. Ну, мы этим каждый день занимаемся, поэтому у меня все эти ответы на вопросы, они условно есть в голове уже. Их не надо выдумать. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот можно же, наверное, так сказать, что в определенное время на рынке недвижимости существовала такая эйфория. Все равно продастся, все равно покупатель найдется, все равно купят. Вот сейчас, как ты считаешь, вот такая эйфория, она уже прошла. Сейчас для того, чтобы работать, нужно более, я не знаю, там, быть современным, более умным, более интеллектуальным. Любые слова можно подобрать. И продавцу, обычному крокеру, да, и компании. Какое у тебя мнение по этому счету, на этот счет? Ну, я считаю, что да, процедуры, они усложнились, вот. И если, опять же, про наш элитный сегмент говорить, конкуренция сильно выросла. То есть раздробленность компании очень большая. Я сейчас пытаюсь все свести в список агентских движений, которые так или иначе занимаются элиткой в Москве. У меня уже список из более ста компаний. Вот. Это, ну, это бренды, да, это, может быть, один или там 50 брокеров, да. Но, тем не менее, это бренды, которые существуют. Да, и в этой конкуренции, которая все, все вот больше и больше, вот эти компании все отпочковываются, отпочковываются. У каждого есть свой сайт, да, у каждого есть, там, не знаю, свой профиль, там, в Циане. Вот. И в этой конкуренции нужно двигаться еще и еще быстрее, чтобы как минимум оставаться на месте, да. Соответственно, да, процедуры сильно усложнились. Вот. Рынок стал непростой. Каждая там заявка нового покупателя, она стоит все дороже и дороже. Вот. И в этой связи, если у компании, у агента есть четкое понимание, там, стратегии того, что он делает, да, или правильно выработанная вообще система работы, а продумать хорошую, там, систему работы, это нужно действительно потратить очень много времени, потому что, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, это действительно интеллектуальный род деятельности, вот. И, соответственно, тот тогда может быть на коне в текущих условиях. Ты знаешь, меня когда спрашивают про недвижимость, да, вот с чем сравнивать, если вот какой-то выбрать вид спорта, а ты хороший спортсмен, один твой, то, что у тебя, ну, как-то я, опять же, из твоего же видео, 25 раз подтянуться и поставить себе цель, за раз подтянуться 50, но это дорогого стоит, поэтому я так с собой говорю о спорте. Когда меня спрашивают, если с чем сравнивать недвижимость, я его сравниваю всегда, если вид спорта брать, это хорошие шахматы. Здесь количество вариантов такое же. Количество возможностей там вообще невозможно посчитать. Есть ли для тебя недвижимость и сравнивать какой-то вид спорта? Что ближе, вот на твой взгляд? Ну, мне кажется, что это, наверное, даже, может быть, бег, марафон, да, или даже скорее вот триатлон, аэронмен. Триатлон подходит. Да, когда у тебя есть, собственно, три этапа, да, там, они все разнообразные, да, там, в плавании задействованы одни группы мышц, там, да, в беге другие, в велосипеде, там, не знаю, нужна техника, говорят, что, не знаю, надо брить ноги, например, в велосипеде, чтобы улучшить на дистанции 180 километров свой результат на пять минут, да, вот. Вот, я там общался с тренером, вплоть до таких мелочей как бы приводит к результату, вот, и как ты правильно разложишься на, там, всей дистанции, а дистанция действительно длинная, то есть те риелторы, компании, агентства недвижимости, которые работают на короткой дистанции, они чаще-часто с нее могут просто сойти, да, и дальше в следующем забеге не участвовать, вот. То есть, ну, компании, которые действительно очень долго находятся на рынке, стабильно на нем работают и прошли, там, любые колебания, и их не очень много, их реально там по пальцам можно пересчитать, вот, и в этой связи как раз правильно рассчитать силы и иметь долгосрочные цели, это, наверное, успех агентств недвижимости. Триатлон зачет, мне нравится такой ответ, это хорошее сравнение, шахматы, триатлон, это очень-очень достойное сравнение. В свое время наемный бизнес в лице компании «Лукойл» потерял очень хорошего менеджера в будущем, возможно. Ну да, да. Был молодой, амбициозный студент, который готов был на рынке ГСМ, так это назовем, там, совершить чудо, но зато частный бизнес нашел хорошего предпринимателя, получил. Все то время, которое ты занимаешься бизнесом, а я знаю, что, ну, у тебя богатый опыт проживания не только в Российской Федерации, да, ты и в Японии некоторое время жил, еще ребенок, и в Австрии прожил определенный там промежуток времени, то есть тебе есть чем, есть чем, скажем, ты видел то, о чем ты говоришь, вот так будем говорить. 60 стран посетил. О, хорошая география, этим можно гордиться, но про 60 стран я, к сожалению, не нашел информацию в твоих интервью, то, что я нашел, я это активно использую, так же, как и если я иду на встречу с собственником, я точно так же докапываюсь, куда я иду и зачем, какая у меня цель. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, те изменения, которые происходят, да, вот, когда вы начинали 17 лет назад свой бизнес и сейчас, это, наверное, две большие разницы, это, наверное, совершенно два разных мира, да, и, наверное, то, что было раньше, уже никогда не будет в будущем. Ну, я считаю, вообще, да, то, что, когда мы начинали это, прям, но бизнесом это назвать нельзя, это был такой абсолютно примитивный организм, там, не знаю, который сейчас, не знаю, помнишь, это фильм «Эволюция», да, как там из простейших вот превращалось что-то вообще там такое абсолютно непонятное и такое очень комплексное, очень сложное. Действительно, то есть сейчас риелторский бизнес настолько сложный, настолько он многофакторный, настолько много в нем, действительно, там составных частей, что просто их вот как бы осознать даже в одной голове. Вот я сейчас буду кому-то рассказывать, ну, я не знаю, неделю, наверное, я буду рассказывать про то, как устроен там у нас, да, риелторский бизнес, еще в следующую неделю буду рассказывать про то, как надо бы сделать. Хорошее дополнение. Если бы сейчас открутить ленту времени назад и ты сидишь на собеседовании в Лукойле, ну, предположим, у тебя выбор, тебя берут и ты идешь одной дорогой или тебя не берут, ты повторяешь свои долги, удачи, неудачи, куда пойдешь? Да, конечно, даже не думая бы, повторил бы свой путь, да. То есть пусть даже не пошел бы, да, теперь уже на собеседование в Лукойле? Нет, абсолютно, да. Я рад, что как бы вообще ни дня я в жизни не работал наемным сотрудником, то есть я всегда был предпринимателем. Да, этим можно гордиться, я точно так же считаю. Благодаря тому, что изменился вот такое у нас общее расписание, да, у меня всегда программа шла 15 минут, но здесь вот всю неделю, так как дети дома, везти никуда не надо, поэтому и эфир немножко стал не 15 минут, а чуть больше, тебя смотрят также и ВКонтакте, точнее не смотрят, а слушают, и я вижу там тоже аудитория, не знаю, есть ли ВКонтакте или нет, но, по крайней мере, точно будут знать, что есть такая компания, есть Алексей Ольянов, нужно найти, посмотреть, подписаться и поизучать тот материал, который он дает. Если уже совсем такой отвлеченный вопрос, да, у нас с тобой вся программа проходит под фоновую музыку джаза. Как тебе такая музыка заходит, как ты к ней относишься? Я вообще, в принципе, к музыке с детства очень спокойно отношусь, никогда никакой там группой не увлекался, никакой музыкой не увлекался, вот, для меня действительно она, как ты правильно сказал, она фоном является, то есть, ну, есть она хорошо, нет, ну, как бы и нет. Спокойно, да? Да, да, но настроение она задает, так скажем, твоя мелодия очень хорошая. Классно. Вернемся к недвижимости, естественно, хочу об этом спросить, да, ну, я-то с 2014 года предпочитаю работать аукционным методом, именно классическим аукционным, английским, то есть, с низкой стартовой цены и достигаю результата, который можно получить в моменте максимального. Хотя я считаю, что любая сделка на рынке недвижимости, любая продажа – это аукцион. Вопрос сроков и вопрос стартовой цены. Откуда ты идешь? Твое отношение вот именно к аукционному методу, как к классическому, когда есть стартовая цена, есть расчет этой цены, есть маркетинг, обученный профессионал, который руководит этим процессом. В последнее время изменилось или нет? Твое отношение к этому методу хотелось бы вот узнать вот из первых рук. У тебя в гостях жил в свое время. Или ты был в гостях у Александра Санкина? Я не знаю, как правильно сказать. Нет, я его приглашал, да. А, ты приглашал его, да? Да, да. Ну, вот тогда здесь я тебя пригласил, поэтому мне хочется тебя спросить. Твое отношение к такому способу продажи? Оно, скажем так, не изменилось за все это время. Вот. Я, может быть, чуть больше понял, осознал там детали, как бы аукционно. Если говорить про именно элитную недвижимость, которой мы занимаемся, да, то у меня есть четкая позиция относительно аукциона, вот, аукционного метода, что он имеет право на существование как один из инструментов продажи элитной недвижимости. Вот. Я бы не сказал, что он подходит для большинства случаев. Скорее, этот метод, он подходит как некое исключение из правила по сравнению с классическим эксклюзивным методом продажи. В каких случаях он действительно может подойти и, соответственно, незаменим, да, даже так скажу, где классический метод просто не справится. Это когда есть прям, ну, реальная срочность продажи, да, и там, как бы, вопросов у собственника не стоит, как бы, по какой цене там он это продаст. Он действительно хочет продать в моменте по самой высокой цене. Вот это вот как раз в моменте оно здесь и может быть реализовано. И, соответственно, ну, то есть, грубо говоря, если он выбирает там получить там ломбардный кредит какой-нибудь, да, под залог недвижимости, и, соответственно, вот сейчас ему там деньги нужны или там в течение месяца там или полутора, сколько там нужно для организации аукциона, продать его аукционным методом, если у него есть это время, то это будет хороший выход для него, гораздо более правильный и эффективный, чем ломбардный какой-нибудь кредит. Вот. И второй момент, когда это важно, это сейчас очень плохо продается элитная недвижимость, в которой проживают люди, особенно если там много детей и сложно там готовить этот объект для показов, для посмотров, для презентаций. Вот. В этом случае этот метод очень неплох, потому что можно обозначить там, не знаю, два дня, да, для этих показов. На это время всех вывести там, не знаю, в какую-нибудь аренду, в гостиницу и так далее. И действительно продемонстрировать очень так сконцентрированно этот объект недвижимости потенциальным покупателям вот в эти дни и сделать это в максимально красивой форме, да, когда нет там личных вещей, нет магнитиков на холодильнике, да, там и так далее. Вот в этих двух случаях это помогает. В остальных я считаю, что все-таки нужно прибегать к классическому методу. Он более, скажем так, спокоен и комфортен для собственника психологически, да, то есть когда мы идем от верхней цены и снижаемся. Вот. Если мы продемонстрировали собственнику охват, что, ну, действительно, вот, как бы вот здесь половили и сказали, что здесь рыбы нет. И, ну, правильно донесли ему информацию, у него есть доверие относительно того, что, да, действительно, здесь рыбы нет, вот, то он, как бы, спокойно принимает этот момент и, как бы, идет на снижение. Знаешь, здесь вот я с тобой, ну, скажем так, у меня такая точка зрения, если умеешь продавать аукционом, продавай, нужна классика, продавай классикой. Ну, способ, который нужен собственнику, тем способом продавай. Ну, пусть собственник принимает решение, когда ему нужны деньги, в каком размере, ты просто должен уметь это делать, а что выберет собственник, ты, как профессионал, должен уметь предложить и обосновать этот способ. Здесь, опять же, я буду говорить своим практическим опытом, да, вчера вот пришло предложение, там, дом-патриарх, квартира почти 200 метров, и сейчас цена обсуждается в районе, там, 120-125 миллионов. Конечно, в патриархе, кто понимает, о каком адресе идет речь, никогда не было таких цен, тем более квартира на восьмом этаже, такой площади. А когда я смотрю фотографии, я вижу, что уже сняли двери, сняли светильники, вырвали ванну, она стоит там в таком непонятном состоянии, да, там, вот, ну, варварство уже полное, то есть лучше квартира в бетоне, чем в таком состоянии. И такая приписка, актуальны только до 10 апреля. Естественно, я сразу в голове подумал, елки-палки, если бы этот собственник, например, нашел бы меня или кого-то из моей команды, ну, мы 100% бы не довели бы до того, чтобы у него, там, был такой жесткий дедлайн, да, там, 120 миллионов, и я падаю вниз, и срок, там, только до 10 апреля. Нет, это ситуация классическая как раз для аукциона, да, здесь вообще спора нет, да, абсолютно. Ну, вот, да, такие вещи вот встречаются на рынке, потом, ну, ежедневно провожу анализы, потому что готовлюсь к встречам, да, там, рисую таблицы и все остальное. Я вот понимаю, что есть жилые комплексы, которые, в принципе, останутся уже навсегда, ну, как это сказать, я не знаю, там, в 90-х или в 2000-х годах. Ну, к сожалению, что изменились стандарты строительства, изменились покупатели, изменился, я не знаю, там, образовательный уровень покупателя, он стал более интеллектуальный покупать элитную недвижимость, он стал другие требования к ней. Как, на твой взгляд, есть вот жилые комплексы на рынке Москвы, которые навсегда остались уже вот там, очень далеко, и они уже никогда не будут тем, когда они выводились на рынок. Не, конечно, конечно, то есть сейчас вообще, в принципе, развитие жилищного строительства, особенно в премиальном сегменте, оно просто такими темпами идет, вот, с точки зрения самого продукта, да, его наполнения, что действительно даже то, что 10 лет назад строили, и то уже, может быть, сейчас не сильно актуально, вот, действительно повсеместное моральное устаревание идет, причем даже не там внутренней отделки, да, а вот именно самих комплексов. Но я всегда к этому отношусь с точки зрения того, что, ну, всегда есть продукт своей цены, да, вот, и в данном случае, как бы даже и морально устаревшее продается, да, как бы просто с определенным дисконтом. Так же, как, например, на загородной недвижимости есть такой продукт коробки без отделки, да, вот, то есть сейчас очень мало потенциальных покупателей, которые готовы влезать в отделку коттеджа, да, и этих коробок понастроили там огромное количество, да, и тоже они морально устаревшие с точки зрения архитектуры, вот, ну, и на них есть тоже свой продукт. Ну, просто продаваться они будут дешевле, чем их себестоимость, да, и просто надо это принимать и двигаться, да, и работать с любым продуктом. Конечно, не знаю, у меня есть там брокер из новеньких, да, который говорит, что вот есть четко то, с чем я работать не готова. Вот я не готова работать прям совсем морально устаревшими домами, потому что я просто не смогу их правильно позиционировать будущим покупателям, потому что в них сама не верю, никогда в жизни в такой бы дом для себя не взяла бы и ниже лампы, да, вот, это ее выбор, и мы, как бы, его там разделяем, вот, но при этом у нас есть там эксклюзивы и по действительно морально устаревшим домам, вот, которые просто, ну, найдут своего покупателя однозначно вопрос цены. Ты затронул эксклюзивы, эксклюзивы, дар богов? Ну, ты знаешь, слово это очень сильно дискредитировано, да, вот, это мы, может быть, в профессиональном с тобой плане можем его упоминать и рассказывать. Вот эксклюзив вообще очень плохо сейчас звучит в диалоге там с собственником, если скажешь эксклюзив, все-все-все, не-не-не, никаких эксклюзивов, да, вот, мы сейчас пришли к выводу о том, что правильно позиционировать как управление продажей, вот, это очень актуально. Хороший термин, очень хороший термин. Да, именно для рынка элитки, потому что здесь продажа, она сводится не только к тому, что ты должен выполнить функцию поиска покупателя, с точки зрения того, что ты должен организовать партнерскую сеть, партнерскую программу по брокерам, вот, по этим ста компаниям, там, по тысяче брокерам, вот, и, соответственно, управлять именно этим процессом, да, они уже выполняют в том числе функцию по привлечению покупателя. Тебе будет, наверное, интересный один из комментариев, да, я знаю, кто такой Алексей Аверьянов, но я не знаю, кто такая компания Веска. Это тебе на заметку. Да, мы как раз тоже сейчас планируем чуть, ну, больше усилий в продвижении Инстаграма запустить, да, и вот мне, мы вчера там консультировались со специалистами, они говорят, что надо чуть ли не там, не знаю, раз в месяц повторять, кто ты такой вообще, чем занимается твоя компания, потому что, ну, реально, даже у тебя там, не знаю, 5000 подписчиков, ты спроси, какой процент знает вообще, чем ты занимаешься, да. Это, на самом деле, упущение. А у меня, знаешь, у меня такой подход, что я люблю какие-то вещи оригинальные, вот, я не люблю, например, такой путь, как слежение за трендами, да, я никогда особо не комментирую то, что там все комментируют, да, вот ты там откроешь, там, 90% постов там про одно и то же, да, вот в определенные моменты, я никогда вот не присоединяюсь к этому и люблю что-то оригинальное. И, соответственно, если у меня нет какой-то новой мысли, которую я еще не озвучивал, да, то, соответственно, я просто тогда не выхожу в эфир, что называется. Ну, очень хорошо. С одной стороны, да, а с другой стороны, действительно, если ты, как бы, не повторяешь это, потому что аудитория, она тоже приходит заново, да, там с тобой знакомятся, и ей нужно об этом сказать, вот, то есть, наоборот, сейчас, как бы, у меня хочу свой барьер снять, потому что бы повторять, в принципе, одно и то же, потому что, ну, очень многие этого не видели, не знают. Супер. Слушай, мы с тобой совершенно незаметно, в эфире были вместо 15 минут, да, почти там, без малого, все 40. Это очень такой, думаю, давай финалиться. Большое спасибо тебе, что ты был в 200-м прямом эфире. Вконтакте тоже зрители продолжают смотреть, значит, было интересно, не ушли из эфира. Всегда рад тебя пригласить, всегда рад с тобой пообщаться. Интересно, полезно. Я думаю, полезно для всех, кто сейчас смотрит этот прямой эфир и кто посмотрит его в записи. Да, Олег, спасибо большое, очень классный формат, вот, я тебе желаю еще 200 как минимум эфиров и туда к тысяче уже идти, я думаю, это очень здорово будет. Да, спасибо тебе, хорошего дня. Да, взаимно, всем хорошего дня, пока-пока. Пока-пока. Это был 200-й прямой эфир, со мной в эфире был Алексей Аверьянов. Мне кажется, было интересно, было полезно, да, вот такой вот, настроен на день, потому что, по крайней мере, ты можешь посмотреть телевизор, да, там, и услышать то, что говорят, там, миллион раз по одним и тем же каналам, а можно поучаствовать вот в моей программе и посмотреть программу, и получить совершенно другой контент. Надеюсь, всем понравилось, надеюсь, завтра вас всех увидеть снова, в 7.15 утра. А, сначала, в 8 вечера у нас сегодня будет с Эльзой прямой эфир, и там мы поговорим как раз о нашем очередном проекте, очередном проекте, как мы продали нежилое помещение. Поэтому все, кто смотрит сейчас, вечером не забудьте поставить себе напоминалку, в 20.00 жду вас в прямом эфире. Сегодня встречаемся в аккаунте у Эльзы Яковлевой. Ее очень легко найти, можно перейти по ссылкам, мы друг другу сообщаем, где проходят эфиры, и сразу же найдете. Или зайдите на наш сайт reop.ru, и там вы точно увидите Инстаграм Эльзы, и перейдете и подпишетесь на нее. Также хочу сказать, что мы продолжаем набор на наш онлайн-курс. Все, кто не может приехать по какой-то причине в Москву в апреле, или в Питер также в апреле, ждем на нашем онлайн-курсе. Пишите, регистрируйтесь на сайте, пишите мне напрямую, напишите Эльзы напрямую, ответим на все вопросы. Так, заканчиваю прямой эфир ВКонтакте. Вот такая вот сегодня программа получилась. Тоже очень достойная аудитория. И...